Еще раз, еще раз всех приветствую. Мне очень радостно находиться сегодня здесь и очень волнительно на самом деле говорить Слово, потому что я понимаю, что это такое, это огромная ответственность, когда ты стоишь и ты должен говорить для людей, и ты говоришь от имени Бога, ты говоришь понимание Слова Божьего от себя. И я всегда молюсь, Господи, я не хочу, чтобы это было от меня. Я хочу выйти сюда и просто ты говори, просто используй меня, используй мои уста, используй мою душу, мое сердце, все, что у меня есть, для того, чтобы люди, которые здесь сидят, они могли получить откровение. Я верю, что сегодня каждый из нас, если мы откроем свои сердца, Бог что-то скажет, Бог будет действовать в нашей жизни, Бог будет изливать свой огонь и святой свой дух на каждого, кто умеет слушать, кто открывает свое сердце. Аминь. И такая тема, я не знаю, как так получилось, что все началось с того, что мы уже говорим об огне, и моя тема, она называется «Горячий куст». Как-то так получилось, я даже не знаю. Вот, я хочу продолжить как бы тему этого огня, но уже не того огня, который приходит, чтобы разрушить твою жизнь. Огонь, который может все испепелить и наделать много беды. Но я хочу говорить о том огне, который дает Господь. О том огне, который приходит к тебе, когда в твою жизнь приходит Святой Дух. О том огне, о котором говорили ученики, когда-то говорил Иоанн, что идет впереди меня тот, кто крестит вас Святым Духом и Огнем. Мы очень много и часто слышали о том, что Бог — это огонь поедающий. Бог, Он наказывает. Если ты делаешь что-то не так, за одну секунду ты можешь просто расстаться с жизнью или с тобой что-то случится. Вот Бог, Он смотрит, и Он просто готов вот сжечь все огнем. Я хочу поговорить сегодня чуть-чуть о другом. Я хочу поговорить о том огне, который дает жизнь, о том огне, который воскрешает, о том огне, который исцеляет, о том огне, который меняет жизни людей. И я хочу начать с того, прям со своей истории, почему эта тема так называется и почему это очень близко мне. Я с детства верующий. И как-то так вырос. 30 лет я уже верующий. И в моей жизни было очень много вопросов. Я как-то так жил всегда и думал, господи, где вот этот вот мой горячий куст? У меня даже нет ни одного свидетельства. Ну, я не кололся 15 лет. Я не пил там где-то 20 лет. Я не прошел реабилитацию. Ну, я не воскрес из мертвых. Я как бы жил обычной жизнью, и ничего такого не было. Вау. И вот я жил, может быть, лет 25-26 в своей жизни с таким вопросом, господи, покажи мне этот горячий куст. Когда-то ты пришел к Моисею. Когда-то Моисей увидел это чудо, и его жизнь поменялась. И я так думал, конечно, если бы сейчас я шел по улице, и где-то я увидел горячий куст, и я такой, вау, вот это точно Бог, вот это знамение. Он говорит со мной, я бы перевернул весь мир. Я бы спасал нации. Я бы делал крусейды в Африке. Я бы все, что угодно бы делал, но только если бы Господь пришел ко мне однажды и показал мне горячий куст. Вот это, вот это бы подняло мою веру. И я как бы ждал ее. И я реально просил, Господи, ну, покажи мне какое-то знамение, чудо, что? Что в моей жизни может случиться так, чтобы оно кардинально поменяло мою жизнь? И я вот стал таким служителем, я стал таким каким-то человеком Божьим, и моя вера просто была вот здесь. И я мог раздвигать эти моря, я мог передвигать горы. И вот таким вопросом я задавался, я искал этот горячий куст своей жизни. И в один момент, я не помню, в очередной раз я опять об этом задумался и думал, Боже, какой скучной жизнью я живу, ну, что происходит, что не так? Можешь ли ты сделать что-то такое в моей жизни, чтобы ее полностью перевернуло? И опять этот вопрос, где мой горячий куст? Ну, почему, почему Моисей его видел, а я не могу, что, что не так? Так, и как будто я слышу голос, как будто я слышу голос, и он говорит мне, прочитай еще раз эту историю. Думаю, что я там не знал, что я там не слышал, тысячу раз ее читал. С воскресной школы мы знаем Моисей, пошел в пустыне, загорелся куст, куст не сгорал, говорил Бог, и все. Ну, как бы, ничего такого. И опять это еще раз прочитай. Возьми еще раз, прочитай эту историю. Окей. И я начал ее читать. Я начал ее читать, и я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли эту главу. Там буквально три стиха. Я обещаю, что эта история откроется для вас по-новому, как она однажды открылась для меня. Это исход, третья глава, третий стих. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей. И он говорит, вот я, Господи. И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И в этот момент мой мир перевернулся. В этот момент у меня как будто поменялось мышление. Бог начал мне говорить, что тот огонь, который увидел Моисей, теперь есть внутри тебя. Теперь это ты, тот несгораемый куст, потому что я крестил тебя Духом Святым и огнем. Теперь я живу внутри тебя. И ты не должен бегать в поисках знамений, в поисках чудес. Ты должен позаботиться о том, чтобы этот огонь никогда не угасал. Теперь ты храм живого Бога. Теперь ты тот жертвенник, на который сходит Божий огонь. Теперь через тебя я могу говорить к людям. Теперь я живой Бог внутри тебя. И я могу действовать через тебя. И я понял, что тот Бог, который послал Иисуса Христа на землю, об Иисусе, которым говорил Иоанн, что Он придет и крестит вас Духом Святым и огнем. И Бог говорит, теперь вот это все, теперь то, что видел Моисей своими глазами, оно есть внутри тебя. Этот огонь, который я когда-то показывал Моисею, показывал израильскому народу, всю ту свою славу, всю ту свою силу и мощь, которую видели люди тогда, оно есть внутри тебя. И сегодня, если ты будешь послушен Святому Духу, сегодня, если ты научишься слышать мой голос, сегодня, если ты найдешь время для своей тайной комнаты, многие люди через тебя увидят ту же самую славу, тот же самый огонь, потому что я уже действую через тебя, потому что я уже живу внутри тебя. И для меня это было вау. Я столько лет жил, эта история никогда, никогда не открывалась у меня по-новому. Все всегда было одно и то же. И здесь Бог просто ответил мне. Я разделил этот стих на три части. Я быстро поделюсь. Первое, это Моисей говорит, я пойду и посмотрю на это великое явление. Куст горит и не сгорает. И Бог начинает дальше со мной работать, и эта история начинает больше и больше открываться для меня. И я понял, что когда ты живешь просто обычной христианской жизнью, когда ты получил спасение, когда ты только-только познакомился с Богом, это в тебе загорается огонь. Ты готов ходить на все молитвы, ты готов участвовать во всех служениях, ты готов молиться за людей, возлагать руки. Ты живешь очень-очень-очень огненной жизнью. Ты везде. И приходит время, с годами мы становимся умнее, с годами мы читаем много книг, с годами мы слышим много проповедей. И вот этот Божий огонь потихоньку начинает угасать, и ты понимаешь, что тебе нужно его поддерживать. Огонь нужно было всегда в храме поддерживать. Но, Бог говорит, есть два варианта. Есть, когда этот огонь ты будешь поддерживать вот этими своими эмоциями, вот эти вот дрова своих ощущений, вот этих чувств, ты будешь подкидывать в этот огонь просто свои силы, свои эмоции, свое понимание, и тогда это уже будет не мой огонь, тогда это уже будет чуждый огонь, потому что ты принес туда все свое. Но если ты продолжишь молиться, изучать Писание, если ты продолжишь общаться со Святым Духом, и если ты продолжишь общение со мной, и чтение Библии не просто для того, чтобы кого-то обличить, или читаешь Библию не просто для того, чтобы подтвердить какие-то свои догадки, какие-то свои домыслы, но если ты читаешь это для того, чтобы получить мой огонь, я буду посылать тебе его снова и снова, снова и снова на твой жертвенник. Второе, что я увидел в этом стихе, Бог воззвал к Моисею из среды этого куста, Бог воззвал из среды этого огня. Сегодня Святой Дух создает в каждом из нас страсть Божью. Он зажигает, поддерживает в нас этот огонь. И если мы послушны, как я уже говорил, Его голосу, мы имеем близкие отношения с Богом, то Бог будет всегда посылать свой огонь на твой жертвенник. И мы знаем эту историю, как два ученика шли после того, как воскрес Иисус, и по дороге Он общался с ними. И они говорят такие слова. Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами? И вот в этой части второго стиха я понял, что когда в тебе есть Божий огонь, то люди, которые будут рядом с тобой, которые идут с тобой одной дорогой, например, это твоя семья, это твоя жена, или это твои дети, это твои друзья, скажут ли они точно так же, разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с нами? Какой огонь есть внутри тебя? Какой огонь встретят люди после общения с тобой? Смогут ли они точно так же сказать, что вау, после общения с этим человеком в моем сердце что-то загорелось, в моем сердце что-то поменялось? Или это будет такой огонь, осуждение, как уже говорила пастор, у людей что-то случилось, и мы сразу, ну вот здесь вот так Бог говорит, а вот это потому что, а вот это вот здесь, и мы сразу готовы полить вот этим огнем, который есть внутри нас, каждого человека, потому что мы знаем, а вот здесь Он согрешил, а вот здесь вот Он не помолился, и мы все-все-все про них знаем. Но когда приходит Божий огонь, когда приходит Дух Святой, то внутри тебя что-то меняется, внутри тебя появляется любовь, внутри тебя появляется сострадание, внутри тебя появляется то, что изначально есть сущность Бога, это любовь. Аминь. И третье, это одно из самых важных, что я тоже в этой истории понял, Бог говорит, не подходи сюда, сними твою обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И я бы хотел, чтобы вот эту фразу мы прям запомнили, если она есть. «Огонь внутри тебя меняет атмосферу, в которой человек может чувствовать святость самого Бога». Огонь внутри тебя меняет атмосферу, в которой человек может чувствовать святость самого Бога. Что это значит? Что тот огонь, который горит внутри тебя, куда бы ты ни пришел, он может менять атмосферу. Мы, особенно в этом штате, я много слышу разговоров о том, что вот, я бы хотел сдать своих детей в прайват-школу, я бы хотел сдать своих детей в христианскую школу. Мы слышим такие учения, как бы нам так оградиться от этого мира, чтобы, не дай Бог, не впасть ни в какой грех, ни в какое искушение. И мы, как христиане, ограждаемся, ограждаемся, ограждаемся в детей. И мы начинаем верить в силу дьявола, что как будто бы он сильнее нас, что как будто бы, если мы оградимся полностью, то он никогда к нам не будет иметь доступа, он никогда нам ничего не сделает, и мы живем каким-то страхом в том, что как будто бы силы этого мира, они сильнее, чем тот огонь, который есть внутри нас. Поэтому я хочу сказать тебе, что если в тебе на самом деле есть Божий огонь, если мы верим в того Иисуса, который говорит, что я крещу вас Святым Духом и Огнем, то если даже твои дети будут учиться в паблик-школе, огонь внутри них будет менять атмосферу, и учителя, и дети будут чувствовать, что вокруг них земля святая, что туда, куда ты не придешь, вот этот огонь, ни одна нечистота, она не устоит перед тобой, потому что люди будут чувствовать, что вокруг тебя земля святая. Они будут готовы снимать обувь, они будут готовы падать на колени, они будут готовы каяться, если в тебе по-настоящему живет Святой Дух, если в тебе по-настоящему есть этот огонь, который сходит с небес на твой жертвенник. И так, как это было с Моисеем, что он подошел к этому кусту, и Бог был настолько свят, что Моисей даже не мог стоять, и Бог сказал, это земля святая. И в тот момент, когда я задавал эти вопросы, Бог говорит, теперь ты тот горящий куст, и если ты будешь иметь мой огонь, если ты будешь внутри себя иметь Святой Дух, то та земля, куда бы ты ни пришел, ты не должен бояться, ты не должен бояться никакой пропаганды, что твоих детей кто-то поменяет пол или еще что-то сделает, потому что если ты получишь огонь, вокруг тебя поменяется атмосфера, вокруг тебя будет святая земля. Аминь. И последнее, и последнее, я хочу сказать, что в этот момент Моисей получает предназначение. Он понимает, в чем состоит его путь. Он понимает, для чего он должен был родиться, для чего все, что произошло в его жизни, для чего это нужно было. Теперь Моисей понимает, Бог говорит ему, ты спасешь мой народ. И интересный факт, что в пустыне Моисей узнал о Боге больше, чем даже, наверное, за всю свою жизнь, живя в доме фараона или живя еще где-то в пустыне. Вот в тот момент, когда он встретился с Богом, он узнал о нем все. Он узнал, кто это. Он получил откровение. В тот момент вся его жизнь поменялась полностью, потому что он получил Божий огонь, потому что он получил Слово от Бога, потому что он в тот момент по-настоящему встретил того, кто его создал, и он сказал ему да. Поэтому я хочу сказать тебе, что мы разную жизнь живем. Есть люди, которые очень успешно живут. Есть люди, которые очень классно живут. И в какой-то момент ты понимаешь, что человек попадает в пустыню. У меня была такая история. Мы делали флипы очень долгое время, и все было классно. Все было очень хорошо. И мы покупали дома, делали в них ремонт, продавали. И я думал, ну вот, наконец-то в Америке мы зажили так, что больше никогда я не буду работать на этой плитке. И думал, слава тебе, Господь, вот, наконец-то мы зажили. Но случается одно но. Мы попадаем в проблемы. Мы попадаем в очень серьезные проблемы. И я уже думал, все. Я уже дошел до такого момента, что я говорю своей жене, знаешь, я больше не буду молиться. Я даже не хочу больше молиться, потому что, ну, я молюсь, Бог не слышит. Я молюсь, я не вижу ответа. Я не понимаю, что происходит в нашей жизни. Мы не можем год продать дом. У нас куча проблем, у нас куча кредитов. И я уже не понимаю, где ответ. Я не понимаю, где Бог. Я не знаю, что делать. У меня у жены вот такие глаза. Я говорю, ты что, ну, ты не можешь так говорить. Мы должны продолжать молиться. Ну, у меня было такое состояние, что, ну, уже все. Не знаю, что делать. И вдруг через пару дней мне звонит мой друг. И я не рассказывал ему никогда, что у меня проблемы. И он, я не знаю, откуда, может быть, кто-то ему сказал. Он звонит и говорит мне, слушай, я слышал, что у тебя проблемы, и я хочу с тобой молиться. И я хочу взять с тобой пост. Три дня. Он сам мне предложил. И я, ну, я в тот момент понял, что насколько я был глупый, что это моя проблема, и я не готов так за нее воевать. Но есть какие-то люди, и они приходят в твою жизнь, и они говорят, а я верю, что есть Бог. А я верю, что там, где ты есть, это не, это, для него это не проблема. И вот такие люди появляются в твоей жизни, они несут этот огонь, они несут это слово от Бога в твою жизнь, и ты начинаешь воскресать. И в тот момент мне так стало, вау, я не один. Кого-то еще заботит моя жизнь, кому-то еще не безразлично, то, где я оказался. И он реально молился со мной, он реально постился со мной три дня. Я так и не понял, зачем просто человеку это было надо. Но в тот момент я почувствовал, что это люди Божьи. Они что-то чувствуют. В них есть огонь, который они могут давать другим людям. Когда ты уже видишь, что вокруг тебя есть человек, который угасает, есть человек, который уже не может нести что-то, то я хочу тебе сказать, что для кого-то ты можешь стать этим горящим кустом. И какой-то Моисей однажды встанет перед тобой, и у тебя будет этот огонь, и у тебя будет это слово от Бога в чью-то жизнь. И этот человек, ты даже не знаешь, может быть через 20 или через 30 лет, он может спасти целую нацию. Поэтому я хочу сегодня каждого, каждого, каждого из вас просто ободрить, нести этот огонь, огонь Божий, который меняет все, который меняет атмосферу, который воскрешает мертвых, который может исцелить любую болезнь. Огонь Божий это все, что нужно нам, как христианам, для того, чтобы нести в этот мир свет, для того, чтобы победить эти силы зла, и для того, чтобы наши проблемы, они не казались больше, чем наш Бог. Аминь. Я хочу вас пригласить всех подняться. Я не знаю, может, если у кого-то из вас внутри вы чувствуете, что уже этот огонь, у меня было такое, я чувствовал, что у меня больше нету огня, у меня больше нету ничего, в моей жизни больше нету сил, и в моей жизни больше вообще ничего нет, просто тишина и пустыня. Если ты сегодня себя так чувствуешь, просто выйдите сюда, давайте мы вместе помолимся, я хочу поделиться с вами тем, что есть у меня, может быть, часть, часть этого маленького огонька. Я не думаю, что у меня есть еще такой костер, но хотя бы какая-то искра, которой я бы мог с тобой сегодня поделиться, я хочу, чтобы она и зажгла твое сердце, я хочу, чтобы дух сегодня святой, он просто действовал в твоей жизни, я хочу, чтобы ты не угасал, чтобы ты знал, что наш Бог, он великий, наш Бог, он всемогущий, наш Бог может менять, исцелять и воскрешать, и твои проблемы, они все находятся под контролем, и ты знаешь, что наш Бог, он всегда будет рядом с тобой, он всегда поможет тебе, он всегда любит тебя, несмотря ни на что, он всегда ждет тебя и в этой пустыне, я хочу сегодня в твоей пустыне быть вот этим вот горящим кустом, чтобы ты видел, что все-таки еще есть Божий огонь, и пусть это будет для тебя откровением сегодня. Спасибо, что вы досмотрели это послание до конца, мы очень надеемся, что это слово благословило ваш дух и укрепило вашу веру. Если вы хотите получать больше для себя духовной пищи, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, найдите нас на наших социальных страничках, и если у вас появился какой-то вопрос о вере, о Боге, о вашей душе, пожалуйста, пишите нам, мы будем рады вам послужить. Благословений вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok